Местонахождение не имеет значения. В России сегодня открылись пункты приема заявлений от избирателей, которые будут голосовать не по месту прописки, а по месту фактического нахождения. Договорились о сотрудничестве. Дворец культуры Арктика и Ненецкое региональное отделение Союза пенсионеров подписали соглашение о взаимодействии. Здравствуйте с обзором основных событий этого дня в студии Ирина Нижалова. Сегодня по всей стране впервые начался прием заявлений на включение в списки для голосования по месту нахождения. Напомню, поправки в выборное законодательство отменили привычные многим гражданам открепительные удостоверения и ввели новый порядок включения избирателя в список для голосования по месту нахождения. Любой гражданин в любом уголке нашей страны и за границей может написать заявление и проголосовать там, где ему удобно. Для этого необходимо с паспортом подойти в один из пунктов приема, оператор которого поможет запомнить заявление, подобрать наиболее удобный по месторасположению избирательный участок в том населенном пункте или городе, где избиратель будет находиться в день голосования 18 марта 2018 года. Само заявление состоит из двух частей. Одна часть остается в пункте приема заявлений, отрывной талон с подробным адресом и номером УИК передается обратившемуся. В день голосования избиратель предъявляет талон и паспорт членам комиссии выбранного УИК. Дополнительных документов от него не потребуется. Заявление о включении избирателя в список по месту нахождения можно подавать только один раз. В Ненецком округе подать заявление о голосовании по месту фактического пребывания, а не по месту регистрации, можно во всех отделениях многофункциональных центров, а также территориальных избирательных комиссиях городского округа и Заполярного района. Кроме того, пункты приема открыты во Дворце культуры Арктика и административном здании по адресу Губкина 3Б. Для тех, кто предпочитает оформлять документы, не выходя из дома, такая возможность будет предоставлена посредством портала Госуслуг. Студент Ненецкого аграрно-экономического техникума, уроженец села Несь Сергей Конюков, один из первых в регионе, решил подать заявление о голосовании не по месту своей регистрации, а по месту фактического проживания. Для подачи заявления, включения в список избирателей по месту нахождения Сергей обратился в ближайший центр «Мои документы». Так как моя прописка является низкой, мне придется лететь домой, чтобы участвовать. А так я получу здесь возможность участвовать в городе, не вылетая к себе домой. Студентам вылетать домой и тратить туда-обратно чуть ли не по 20 тысяч – это не вариант. Просто в бюджет не впишется. Поэтому это очень полезно и очень хорошо. Продолжение следует... С сегодняшнего дня, то есть с 31 января по 12 марта, любой гражданин Российской Федерации может подать в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг заявление, для того, чтобы его включили в список на выборах, то есть по месту нахождения. При себе необходимо иметь паспорт. Могут обратиться те, которые находятся люди в командировках, да, также студенты, учащиеся, находящиеся не по месту регистрации, а по месту нахождения. В нашем регионе пунктов приема заявления о голосовании по месту нахождения несколько. Один из них расположен во Дворце культуры Арктика. Сегодня его посетил главный федеральный инспектор Неницкого округа Александр Бебенин. Это очень удобно. Это делает саму процедуру участия в выборах для любого гражданина максимально комфортной и доступной. Я как раз-таки решил пойти в первый же день, написал заявление и, безусловно, намерен 18 марта 2018 года прийти сюда. Здесь мне, во-первых, близко, комфортно по отношению к рабочему месту. Я приду сюда в день голосования. Пункты приема заявлений открыты в КДЦ Арктика и в поселке Искателей, бывшее здание БКЕ. Принимать заявления будут также и территориальные комиссии. Тик Наринмарского городского округа располагается в мэрии города, а Тик Заполярного района в районной администрации в поселке Искателей. Они работают ежедневно, по будням. Они работают с 16 до 20. В выходные и праздничные дни они работают с 12 до 16 часов. То есть, ну, я думаю, что это наиболее такое удобное время. Территориальные избирательные комиссии у нас также с сегодняшнего дня работают. Но они работают, начиная с 17.30, то есть уже после работы, и заканчивают в 21.30. То есть также не менее 4 часов работы в день. В целом, получается, с учетом, если пункт приема заявлений начинает работать с 16, а территориальная избирательная комиссия заканчивает работу в 21.30, соответственно, 5,5 часов у граждан есть в день на подачу заявлений о подачу заявлений в список избирателей. 25 февраля к пунктам приема заявлений присоединятся все участковые избирательные комиссии. Для тех избирателей, которые не смогут или не успеют подать заявление в указанные сроки, предусмотрен запасной вариант. С 13 марта и до 14 часов 17 марта текущего года избирателю можно будет подойти на свой избирательный участок по месту регистрации в паспорте и подать специальное заявление. Заявление со специальной наклеенной маркой будет запечатано в конверт, чтобы исключить возможность потери или порчи марки. И избиратель, предъявив его на выбранном избирательном участке, получит на руки бюллетень. Ирина Нежалова, Антон Водряков, Телеканал «Север». Избирком округа утвердил перечень участковых избирательных комиссий, которые проведут досрочное голосование. Всего будет 15 комиссий, которым разрешено провести досрочное голосование избирателей на выборах президента России. Из них 5 комиссий, расположенных на территории поселка Искателей, традиционно охватят все нефтепромыслы Ненецкого округа. Досрочно проголосовать смогут сотрудники нефтегазодобывающих предприятий и подрядных организаций, которые в день голосования будут находиться на рабочих местах. Еще 10 участковых избирательных комиссий организуют досрочное голосование в оленеводческих хозяйствах и сельхозпроизводственных кооперативах нашего региона. К оленеводам и членам их семей в тундру отправятся члены сельских избиркомов из сел Несь и Ома, поселков Бугрино, Индиган, Эльминос, Каратайка, Харутаха, Ривер и Красное. Избирком села Тельвиска досрочно обеспечит голосование избирателей деревни Устье, где участок не образован из-за малой численности проживающих там избирателей. Подобное голосование пройдет и в деревнях Мгла, Сколково и Черное. Сама процедура досрочного голосования начнется не ранее 25 февраля и продлится по 17 марта включительно. Дворец культуры Арктика и Нинецко-региональное отделение Союза пенсионеров России заключили соглашение о сотрудничестве. Таким образом, ДК взял обязательство помогать людям высокого возраста в организации и проведении различных мероприятий. Впрочем, документ лишь узаконил отношения сторон. Подписание соглашения между Дворцом культуры и региональным отделением можно назвать формальным моментом, ведь фактически сотрудничество между ними длится уже много лет. Соглашение о сотрудничестве предусматривает наше дальнейшее плодотворное сотрудничество с Союзом пенсионеров России. Также мы обязуемся помогать людям высокого возраста в организации проведения различных мероприятий, будь то это праздники, вечера, встречи. В общем-то, это тот возраст, о котором нужно заботиться, которому нам нужно давать тепло, и мы готовы к этому. Подписанным соглашением между Дворцом культуры и региональным отделением предполагается проведение различных мероприятий, таких как чистое подворье, выставки мастеров-пенсионеров, фестиваль «Я люблю тебя жизнь». Кроме того, на базе Дворца культуры региональное отделение Союза пенсионеров отметит 25-летие своей организации. Я думаю, что наш округ сейчас послужит примером для других регионов России, где нет такого тесного сотрудничества, я знаю точно. И где вот сейчас правительство, Единая Россия считают, что клубное объединение пенсионеров – наиболее удобная форма работы. Пенсионеров в стране, к сожалению, больше и больше становится. И Единая Россия включила в свой проект работа с пенсионерами через клубные учреждения наши вот эти. Поэтому я думаю, что вот наше подписание покажет всем, что это возможно и что это нужно. И что мы уже это делаем. Соглашение бессрочное, но каждый год оно будет дополняться новыми мероприятиями. В мэрии Наринмара презентовали концепцию реконструкции улицы Смедовича. Свои проекты представили администрацию города и департамент строительства Нинецкого округа. По итогам презентации оба проекта будут представлены в Рио губернатора Александру Цубульскому и вынесены на общественное обсуждение. Проект муниципалитета под названием «Улица Смедовича из прошлого в будущее» направлен на создание многофункциональных территорий в центре города. По замыслу авторов концепции улица должна быть разделена на несколько зон. Семейно-парковая, историческая, молодежно-студенческая и торгово-административная. Акцент в проекте сделан на новые архитектурные формы, современные материалы, озеленение, открытые территории для прогулок и досуга горожан. При этом исторический архитектурный компонент города сохранится путем реконструкции наиболее интересных деревянных домов. Проект предполагается реализовать в несколько этапов по зонам. Идея проекта окружного ведомства – воссоздать исторический облик центральной части города. Архитектор Галина Гуляева предлагает вернуть на Смедовича деревянные дома, имеющиеся строения отреставрировать, а снесенные построить в том же исполнении. Здание предполагается использовать под офисы учреждений и организаций, кафе, магазины, музея. По мнению архитектора, зоны досуга и отдыха на Смедовиче неуместны, поскольку исторические центральные улицы были административно-хозяйственного значения. В мэрию Наринмары поступают обращения от жителей города по благоустройству окружной столицы. Так, например, одна из жительниц города предложила привести в порядок общественную территорию между зданиями ЗАГСа и улицей Первомайская. Автор заявки предлагает обустроить в этом месте пешеходные зоны, установить освещение, разместить архитектурные композиции, скамейки, озеленить территорию, а также построить парковку. Принята к рассмотрению заявка по благоустройству территории на пересечении улиц Ненецка и Смедовича у центра занятости. Горожане предлагают озеленить этот участок, установить скамейки для отдыха, урны и фонари. Глава города Олег Белак отметил, что в благоустройстве нуждается и территория напротив дома номер 29 по улице Ленина. Там располагается ряд магазинов и пешеходная зона. Мэр Наринмара предложил обустроить в этом месте торговую площадь и призвал горожан включить эту территорию в список предложений. Всего с 11 января горожане оставили 70 заявок. Сбор предложений продлится до 9 февраля. Оставить свою заявку можно на стенде или отправить заполненную форму на электронный адрес goradmsobaka.net.ru Стенды с бланками и папками для сбора идей установлены в нескольких магазинах, а также дворце спорта Норд, спортивной школе труд, дворце культуры Арктика и здании мэрии. Спортивный зал в поселке Амдрама планируют сдать в эксплуатацию в декабре. Подрядная организация, с которой летом 2017 года был заключен муниципальный контракт на завершение работ по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса, направляет в поселок бригаду рабочих. Ранее подрядчик доставил в муниципалитет необходимые материалы, произвел демонтаж конструкции долгостроя и подготовительные работы, а также выполнил работы нулевого цикла – установку буронабивных свай, стальных ростверков и балок перекрытия. Как пояснили в казенном учреждении Заполярного района «Северное», при доставке строителей в Амдраму подрядчик столкнулся с трудностями при оформлении пропусков в зону пограничного контроля. Сейчас эта проблема решена, и рабочие приступят к строительству в феврале. В зимний период планируется возвести стены здания, а в строительстве будут использовать и часть конструкции долгостроя. Согласно проектной документации, вновь возводимый под ключ ФОК представляет собой двухэтажное сооружение прямоугольной формы общей площадью почти 900 квадратных метров. На первом этаже здания будут расположены помещения для занятия спортом, универсальный спортивный зал, гардероб, раздевалки, инвентарная, кладовая, санитарные помещения, тепловой пункт, электрощитовая. На втором этаже силовой тренажерный зал, помещение для тренерско-преподавательского состава, зал для игры в настольный теннис. Завершение строительства поселкового ФОКа осуществляется за счет средств бюджета Заполярного района. Общая стоимость муниципального контракта составляет 74 миллиона рублей. Впервые за несколько лет «Лыжня России» в Наринмаре пройдет в общероссийские сроки 10 февраля. Результаты гонки войдут в зачет любителей спорта в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Как сообщают организаторы, на открытии массовых состязаний «Лыжня России» планируется вручение золотых знаков ГТО по итогам прошлого сезона. Традиционно участниками массовых спортивных состязаний станут поклонники здорового образа жизни разных возрастов и уровня физической подготовки. От воспитанников детских садов до ветеранов спорта. Всего порядка 300 человек. Планируется, что в этом году жители округа выйдут на «Лыжню» в тот же день, что и соотечественники. Планы организаторов может сорвать только резкое похолодание. Однако, по предварительным прогнозам синоптиков, сильных морозов на территории Ненецкого округа в этот день не ожидается. Некоммерческая организация Фонд экономических программ Федерации спортивного туризма Республики Коми и Республики Карелия разрабатывает новый вездеходный маршрут «Архангельск-Канаринмарс-Эк-Тывкар» в рамках проекта «Северное ожерелье». Предполагается, что маршрут охватит порядка 15 населенных пунктов северных регионов. Его продолжительность – две недели. Организацию похода поддержит Горьковский автомобильный завод. Комбинированный маршрут предполагается сертифицировать. Целевая аудитория турпродукта – российские и зарубежные туроператоры, организованные туристские группы, индивидуальные туристы. В ходе встречи с инициаторами «Северного ожерелья» заместитель губернатора Ненецкого округа Татьяна Лагвиненко предложила привлечь к реализации проекта предпринимателей, занятых в сфере туризма на территории Ненецкого округа. Работа с предпринимателями будет организована в рамках создаваемого в регионе туристического кластера. Это все новости на сегодня. Желаю вам приятного вечера. Далее смотрите прогноз погоды. Продолжение следует...